Но нейроэндокринные опухоли характеризуются тем, что это очень гетерогенная группа новообразований, в которой включены совершенно разные опухоли. Это опухоли гастроэнтропанкреатической зоны, это опухоли лёгких, это редкие опухоли из карциномы Меркеля, это параганглиомы феохромоцитомы и так далее. Но нужно сказать, что по распределению тех эпидемиологических данных, которые на сегодняшний день имеются, более 60% составляют как раз опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. И в основном это опухоли поджелудочной железы, тонкой кишки, толстой кишки. Вот вы видите здесь на этом слайде, это представлена частота этих опухолей. Нужно сказать, что я привожу последнюю классификацию нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, которая принята только с этого года. И все вот эти опухоли и желудочно-кишечного тракта, и всех других локализаций характеризуются тем, что для них существует определенная градация, которая для всех этих опухолей характерна. Вот здесь представлены высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли, которые раньше подразделялись только на две степени грейд. Это грейд 1 и грейд 2. И вы видите, чему соответствуют по индексу Ки-67 и по методическому индексу. И теперь с этого года появилась третья градация, а именно высокодифференцированные опухоли Грейд 3, которые представляют собой опухоли с индексом Ки-67 более 20%. Ну и к тому же, как и раньше, существуют низкодифференцированные неоплазии или нейроэндокринные раки, которые характеризуются различной структурой клеток, различными характеристиками и подразделяются на высокозлокачественные опухоли. Это мелкоклеточный рак и крупноклеточный рак. Все вот эти градации, я повторяю, характерны для всех нейроэндокринных опухолей. Что-то у меня не действует, указка. Большая кнопочка вперед. Я, да, большую нажимаю. Может, помашь, куда-нибудь технические занятия? Да, вот нужно отметить, вы видите, что теперь существует некоторая промежуточная группа, довольно, так сказать, обстоятельно, внимательно требующая особого внимания. Это высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли Грейт-3 с индексом Ки-67 больше 20%, и нейроэндокринные раки с индексом пролиферации также более 20%. Поэтому здесь требуются иногда и повторные гистологические характеристики с иммуногистохимическими исследованиями, и также генетические исследования, которые могут нам помочь в этой градации. Потому что для нейроэндокринного рака характерны мутации П-53 и гены ретинобластомы, для нейроэндокринных высоко дифференцированных раков, опухолей, это не характерно. Кроме того, появилось новое название для смешанных опухолей. Смешанные нейроэндокринные и ненейроэндокринные опухоли взяли на себя название ранее бывшего названия смешанных опухолей адена нейроэндокринных карцином. Таким образом, на сегодняшний день существуют нейроэндокринные неоплазии, которые делятся на высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли и низко дифференцированные нейроэндокринные раки. И при высоко дифференцированных 3 градации, great 1, great 2, great 3, и все низкодифференцированные раки – это крупноклеточный или мелкоклеточный рак. Для неожелудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы характерна функциональная активность этих опухолей. И здесь представлены различные функционально активные опухоли, которые, вы видите, в процентном отношении составляют разный процент, но могут характеризоваться разными симптомами клиническими в зависимости от выделяемых ими пептидов – гастрина, инсулина, ВИП, глюкогона, серотонина и хромогранина А. И от этого зависят клинические проявления. Здесь вы видите, какие синдромы при этом наблюдаются. Ну, например, для гастрином с выработкой гастрины мы видим синдром Золлингера-Эллисона с пептическими язвами. Для инсулина у нас может быть гипогликемия, трудноуправляемая, кстати говоря, и лечение, требующее всё равно аналогами соматостатинов. Для высокоактивного инстинального пептида диарея, который также трудно управляется и требует тоже применения аналогов соматостатина. Ну и так далее. В общем, мы должны иметь в виду, что вот эти биомаркёры, они могут быть исследованы дополнительно, но основными биомаркёрами остаются для нейроэндокринных опухолей – это хромогранин А и серотонин. Дополнительными являются нейронспецифическая инолаза, которая экспрессируется чаще всего для неолёгких, и 5-гидрокси-индолилоксисная кислота отражает уровень серотонина, она более просто, но определяется в суточной моче. Ну и кроме того, требуются новые биомаркёры для нейроэндокринных опухолей, когда, например, существуют клинические проявления, но при этом хромогранин А и серотонин остаются в норме, вы должны иметь в виду, что нужно исследовать дополнительные биомаркёры – панкратический полипептид или какие-то другие дополнительные маркёры. Кроме того, у больных, которые имеют длительно существующий синдром с проявлениями этого синдрома в виде диареи, повышенного давления, приливов, для них необходимо обязательно использовать дополнительный маркёр – мозговой натрий, уретический полипептид, который отражает возможность поражения сердца. Так называемое карциноидное сердце может возникнуть у больных с длительно существующим карциноидным синдромом. Это также нужно иметь в виду и исследовать этот биомаркёр при длительно существующем карциноидном синдроме. Хромогранин А является, кроме того, маркёром прогностическим. И важно иметь в виду, что если он быстро снижается в процессе терапии, то прогноз у этой популяции больных лучше, чем когда он не реагирует на начало лечения аналогами с аматостатином. Выживаемость зависит от локализации опухоли. Также вот вы видите, здесь показана зависимость опухоли от локализации, несмотря на то, что они все характеризуются одинаковыми признаками по грейдам. Но от локализации имеется некоторая разница в прогнозе жизни. Терапевтические возможности, как вот раньше они существовали, они остаются всё теми же, за исключением некоторых новых возможностей. В основном это лекарственная терапия при метастатическом процессе, естественно, в которую входят аналоги с аматостатином, интерферон, альфа-2А, 2Б, таргетные препараты эверолимус, афинитор и сунетиниб. Однако сунетиниб имеет показания только конкретно для неоподжелудочной железы, а эверолимус для всех других локализаций также. Химиотерапия, оперативное лечение в виде циторедуктивных вмешательств показано для распространённых нейроэндокринных опухолей, поскольку особенно у больных с карциноидным синдромом позволяет ликвидировать этот синдром, если удаляется большая часть опухолей и остаются какие-то минимальные проявления болезни, поэтому это всегда нужно иметь в виду и рассматривать мультидисциплинарной командой. Радиочастотная абляция и трансартериальная химия эмболизация также высокоэффективны бывают, причём с повторными вмешательствами на протяжении какого-то определённого промежутка времени. И так же, как при раке печени, трансартериальная химия эмболизация используется повторно, иногда до 5-6 раз у одних и тех же больных. И что появилось новое за последние буквально годы, с 2016 года, это радионуклидная терапия. И вот в отношении радионуклидной терапии нужно сказать, что в показаниях для лечения неожелудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы это показание введено с 2016 года, после того, как было проведено рандомизированное исследование, о котором я скажу ниже. А здесь вот вы видите показания. В основном при возможности операции, это операции, естественно. Существует небольшая группа больных с Грейт-1 и с маленьким объёмом опухоли, например, при неоподжелудочной железе, которых можно наблюдать. Наблюдать и ждать. Нет симптомов, нет роста, нет ничего. Можно какое-то время наблюдать. Вы видите активное наблюдение или актриотит, или ланриотит. То есть активное наблюдение или аналоги с аматостатином. Первая линия лекарственной терапии при Грейт-1 аналоги с аматостатином, при Грейт-2 с небольшим индексом пролиферации, например, КИ-67, 3-4%, тоже, естественно, надо начинать с аналогов с аматостатином. Аматостатином химиотерапия остаётся на потом. И при прогрессировании мы уже переходим к химиотерапии. Вначале к таргетной терапии для Грейт-1 и для Грейт-2. И для Грейт-2 затем к химиотерапии. Или вторая опция у нас появляется радионуклидной терапии. Для нейроэндокринных раков это только химиотерапия, первая линия. И именно одни и те же комбинации – это позит-цисплатин или это позит-карвоплатин. Потом я скажу для каких-то новых опций, но пока это не касается опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. И вот что касается радионуклидных возможностей. Ранее они применялись, ну и сейчас продолжают применяться только для диагностики. Сейчас эти возможности, и у нас имеется тоже диагностика с галием 68, которая не везде имеется. Имеется как раз вот в этом городе, в Санкт-Петербурге, в Институте рентгенорадиологии. Имеется в двух еще городах в Российской Федерации. И появилась теперь радионуклидная терапия, в которой используется И390 или лютец И177. И лютец И177 сейчас более широко начал использоваться в результате исследования НЕТР, которое показало его высокую-высокую эффективность. Это было рандомизированное исследование, в котором было две группы больных. Одна группа после прогрессирования на стандартной дозе актриотида, а она составляет 30 мг внутримышечно один раз в 4 недели, один раз в 28 дней, эти больные после прогрессирования были распределены на две группы путем рандомизации. Одна получала радионуклидную терапию с лютец И177, другая – повышенную дозу актриотида ДПО, как это положено в терапии нейроэндокринных опухолей. Если на стандартной дозе актриотида имеется прогрессирование, нельзя отменять препарат, а надо повысить дозу наоборот. Вы видели здесь общую выживаемость без прогрессирования, значимое преимущество. И вот по общей выживаемости также радионуклидная терапия продемонстрировала значимое преимущество. ПИ тоже с высоким индексом значимости. Здесь лютаттера называется этот препарат. Значимо увеличил возможности терапии. Теперь, что касается нового аналога соматостатина. У нас имеется стандарт актриотид депонированный и ланротид или самотулин-аутожиль. Дозы актриотида стандартные – 30 мг 1 раз 28 дней. При прогрессировании мы повышаем дозу. Или имеется в виду укорочение между циклами, так же, как повышение курсовой дозы. Ну, теперь вот появилось исследование. 120 мг ланротида, стандартная доза, которая в принципе в стандарте вводится 1 раз в 4 недели, с укороченным интервалом между введениями – 1 раз в 14 дней. И далее повышение дозы ланротида. Это исследование, которое идёт. Исследование ланротида в дозе 180 мг, которое также после прогрессирования уже назначается в повышенной дозе. Здесь вот представлено распределение больных по степени злокачественности. Вы видите, включаются различные степени Грейт 1 и Грейт 2. И по локализации опухоли также различные локализации включены были. И было показано, что у этих больных частота ответа, но в виде стабилизации или частичного ответа составила 47%. Вот продемонстрировало это исследование необходимость повышения дозы ланротида для больных, которые прогрессируют на стандартной дозе. При увеличении дозы ланротида нежелательные явления составили всего лишь 12%. Из них серьёзные 3% составили. Наиболее серьёзные. Теперь проводится исследование комбинации аналогов соматостатины с метформином. Препарат, который применяется для лечения сахарного диабета. И было отмечено, что он может улучшить результаты лечения у онкологических больных, которые лечатся другими противоопухолевыми препаратами. И поэтому начато такое лечение. Вот ланротид плюс метформин. Пока что первая фаза идёт этого исследования. Из вторых поколений аналогов соматостатина наиболее интересный препарат пасиреатид, который сейчас имеет уже показания для лечения болезни Кушенко, он имеет большее сродство к рецепторам соматостатина, поскольку типичные аналоги, которые применяются, актереатид и ланротид, имеют сродство к рецепторам 2-го, А и 5-го типов, здесь у него большие возможности для лечения. Но пока нет показаний при нейроэндокринных неоплазиях, но используется сейчас, исследуется, вернее, комбинации пасиреатиды с эверолимусом. И вот это первые результаты, которые ниже представлены. Вы видите, что комбинированная таргетная терапия даёт лучшие результаты, чем таргетная терапия в моноиспользовании. Один пасиреатид, один эверолимус даёт меньший эффект, чем комбинация таргетной терапии. Но, однако, это только первые результаты. Мы ждём окончательных результатов в ближайшее время. Новое влечение карсиноидного синдрома включает также появление ещё одного нового препарата. Это больная, которая у нас лечилась с карсиноидным синдромом после трёх линий химиотерапии и отмены актериотида ДПО по 20 мг, когда она запрогрессировала. И мы ей повысили дозу актериотида ДПО до 40 мг и начали лечение ароноза. И вот сразу, вы видите, синдром практически ушёл, она значимо изменилась. И вот она уже после нескольких курсов лечения, это я вам просто демонстрирую, что необходимо повышать дозу, а не снимать препарат. Это очень важно для этих больных. И всё равно у этих больных часто диарея остаётся. И вот появился новый препарат Телатристат, который продемонстрировал в исследовании эффективность в дополнении к актериотиду ДПО для лечения рефракторной диареи. То есть если больной сохраняет диарею на актериотиде ДПО, добавление Телатристата даёт возможность уменьшить значимость диареи у 44, то есть практически почти у половины этих пациентов. А это очень существенно для этих больных, потому что иногда они не могут выйти из дома из-за постоянно присутствующей диареи. Таким образом, Телатристат зарегистрирован в мире в дозе 250 мг ежедневно, но пока он у нас не появился, вот буквально в ближайшее время должна появиться регистрация этого препарата в Российской Федерации. Из новых направлений, новая комбинированная терапия с 2018 года, это темозоламид плюс капицитабин, продемонстрировала, что она лучше, чем монотерапия темозоламидом. Поэтому комбинация всегда предпочтительнее для первой линии химиотерапии, эта комбинация. И проводится много различных других исследований по комбинации химиотерапии с таргетными препаратами. Но пока это всё исследовательские программы, я на них не буду останавливаться. И в отношении таргетной терапии новые ингибиторы тирозин кеназ также исследуются при нейроэндокринных опухолях. Их довольно много, этих исследований, также в настоящее время. И вот заслуживает внимание препарат Кабозантиниб, который в ближайшее время, это третья фаза уже теперь начата, и мы ждём этих результатов. А первые исследования мультикинастного ингибитора Ленватиниба продемонстрировали в исследовании, которое включало пациентов с метастатическим неоподжелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, оно продемонстрировало при прогрессировании довольно значимую эффективность, особенно при неоподжелудочной железе. Поэтому, вот вы видите, там частичный эффект 40% составил. Поэтому мы ждём и стабилизация 55-56%, то есть очень-очень высокие результаты, и мы, конечно, ждём появления этого препарата в ближайшее время в клинической практике. И исследуется иммунотерапия для нейроэндокринных опухолей. Исследований также много, но пока ни одно из них не привело к тому, чтобы появились показания для лечения этими препаратами. Ну а в процессе исследований, так же, как и при меланоме, например, в начале может быть прогрессирование, это, так сказать, фальшивое прогрессирование, и нужно продолжить терапию. Если при первой оценке опухоль прогрессирует, то нужно продолжить терапию. И буквально вот в заключении я покажу новую в терапии мелкоклеточного рака лёгкого. Вы видите, появился неволумаб для третьей линии терапии мелкоклеточного рака лёгкого. Мелкоклеточный нейроэндокринный рак лёгкого относится к нейроэндокринным опухолям. Поэтому вот третья линия появилась, а поскольку мелкоклеточные раки для других локализаций при НЕО существуют, я не знаю, как можно перенести это показание для лечения мелкоклеточного рака других локализаций. Да, и ещё, я не знаю, у меня тут вот, я не остановилась сейчас. Тут у меня не возвращается. Там ещё первое показание для лечения нейроэндокринного мелкоклеточного рака лёгкого – это отезолизумаб в комбинации с этапозидом и карбоплотином. То есть два новых показания для мелкоклеточного рака лёгкого. Вот как это можно перенести на мелкоклеточный рак других локализаций, я пока трудно себе представляю, хотя казалось бы, что это в принципе требует такого переноса, поскольку мелкоклеточные раки других локализаций лечится точно так же, как мелкоклеточный рак лёгкого. Ну и в ближайшем будущем, я надеюсь, что появятся какие-то новые возможности для нео, как они появляются для всех других локализаций солидных опухолей на основании генетических исследований опухолей, которые в настоящее время всё расширяются больше и больше. И мы видим, что мутации, помимо синдромов, которые характерны для нейроэндокринных опухолей, также наблюдаются при различных локализации нейроэндокринных опухолей. Благодарю за внимание. Вопросы? Спасибо, уважаемая Вера Андреевна. Блестящий доклад, как всегда, очень понятный и очень современные данные представлены. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста. Вера Андреевна, фактически такой вопрос. Выполняем нейроэндокринную опухоль, G2, выполняем циторедуктивное хирургическое вмешательство, дистальную резекцию по желудочной железе и правостороннюю гемогипотектомию. То есть мы получаем КИС-67-20%. В этой ситуации нужно, ну как бы так, вот в адюансе, если это правильно, мы проводим и ждём, пока наступит генерализация опухолевого процесса. Тогда решаем вопрос. Вот если была маркёрная болезнь, и было повышение... Нет карциноидного синдрома. Нет карциноидного синдрома, то нет, мы адювантную терапию при радикальной операции Р0 не проводим. Всё, ну, то есть понятно. И такой вопрос по новой классификации. Раньше было очень всё легко, не надо быть умным было, посчитали сколько КИС-67, и мы могли бы сказать, да, это нейроэндокринная опухоль или это карцинома. Вот этот G3, который, он может быть как карцинома, как нейроэндокринная опухоль, это мы даём на откуп морфологу и линии оснований не только субъективных визуальных каких-то данных исследований препаратов, может какие-то ещё маркуеры, что, на основании чего они ставят? Это относится к карциномии или это относится к нейроэндокринной неоплазии? Нет, это вы отдаёте только на откуп патоморфологу, исключительно, исключительно, потому что патоморфолог на основании всех общих данных по патоморфологическому исследованию, на основании вида клеток, по индексу, он оценивает эту ситуацию и довольно часто добавляются ещё генетические вот эти маркёры, про которые я говорила. Только патоморфолог даёт это заключение, только он. Вы нет, вы к этому не касаетесь. В смысле клиницисты не касаются. Спасибо, пожалуйста, ещё вопрос, да. Да, Лариса, Ланя, пожалуйста. И в продолжение этого же вопроса, соответственно, если мы имеем морфологическое заключение о том, что это нейроэндокринная опухоль G3, мы всё равно лечебные подходы свои осуществляем как для высокодифференцированных опухолей, да? Да. То есть даже при G3 и индексе пролиферативной активности более 20%, но заключение, что это неоплазия, а не рак, мы начинаем с аналогов с аматостатином. Нет. Для неогрейт-3 мы добавляем аналоги с аматостатина при наличии либо повышенных маркёров хромогранина и серотонина, либо при наличии карциноидного синдрома. Но для неогрейт-3 мы начинаем лечение с химиотерапии, но другой, чем при нейроэндокринного рака. Мы начнём лечение с первой линии, но это темозоламид плюс капицитабин или кселокс, или гемокс, но там целая группа препаратов, туда не входят платиновые производные, такие как карбоплатин и цисплатин, туда входит оксалиплатин, он тоже платиновый производный, но он другой, понимаете, вот там в основном схемы темкап, гемокс, кселокс, ну и могут быть там немножко ещё других схем, мы их все перечисляем в новых рекомендациях, которые мы в принципе написали, они вот сейчас вот выйдут эти рекомендации, то есть для Грейт 3 высоко дифференцированных опухолей подход такой тоже, химиотерапия с добавлением аналогов соматостатина, если имеются либо повышенные маркёры, либо рецепторы, если возможно определить при иммуногистохимическом исследовании экспрессии рецепторов соматостатина, либо синдром. Спасибо.